МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На территории исторического района Петербурга, между Шпалерной улицей и Кирочной, находится сад, о котором в 1793 году садовый мастер Вильям Гульт писал будущему императору Александру I. Огород Таврический служить может примером и почитаться первым в Северной России. Говоря о Таврическом саде, редко кто не вспомнит книжку Корнея Чуковского «Мой додыр». Мы все помним детские стихи. Я к Таврическому саду перепрыгнул через ограду, она за мной, за мной по садовой, по сенной. Детьми всегда ходили с надеждой встретить здесь крокодила, с Татошкой и Кокошкой, потому что и обязательно ходили умытыми. Кто читал книжки? Да, сад Таврический с детства входил в нашу жизнь. А мы входили в Таврический сад. Это одно из лучших мест в городе, на мой взгляд. Я 30 лет уже живу рядом с садом и просто счастлив, потому что сюда выходишь, и воздух меняется, и ощущения, и настроение. Сад чудесный. Это Таврида. Таврида почему пришла? Она пришла с города. Это очень из далекого города. Я сейчас вот уже забую, хоть я столько прошла городов. Он пришел, это Таврида. Таврида называлась Таврида. А почему Таврида? Это какие-то прадедушки, прабабушки сказали, а мы сделаем все-таки, чтобы в Питере, в Питере, в Питере был у нас Таврический сад. И действительно, в 18 веке сад напоминал Тавриду. По газонам гуляли павлины, а в прудах плавали лебеди и даже морской тюлень. Название Таврический и сад, дворец, получили по титулу князя Таврического, который был пожалован Екатериной II Григорию Потемкину. А пожалован этот титул был после победоносных войн и присоединения к Российской империи Крыма, Тавриды. О Таврическом дворце, которому суждено было стать местом императорских резиденций, Гаврила Державин писал Древний изящный вкус – его достоинство. Оно просто и величественно. Не будем забывать, что в течение 12 лет это еще было место, связанное с высшей законодательной властью. В феврале 1917 года там решилась судьба страны в момент восстания в Петрограде. А в январе 1918 года в стенах Таврического дворца прозвучала эта знаменитая фраза матроса-железняка «Караул устал». И на этом завершилась работа Всероссийского учредительного собрания и окончательно решилась судьба России на последующие 70 лет. Ну а вельможным садом, разбитым мастером Бульдом позади Таврического дворца, долгое время наслаждаться могли, конечно, далеко не все. Все-таки 18-е, 1-е, 19-е века здесь была только очень чистая публика, то есть только дворянство. А уже после отмены крепостного права, конечно, сюда стали допускать и купечество, и городских обывателей, демократизировалась публика. И жизнь в Таврическом саду забурлила. Стали традиционные народные гуляния, катания на лодках, а зимой на коньках. Со временем Таврический сад, обустроенный на английский лад, обрусел, наполняясь и русской историей, и русской судьбой. Здесь английские сады, они ближе к природе, они романтичны. Некоторое ощущение такого запустения даже бывает, что очень приятно. Идешь, идешь, и вдруг сворачиваешь в какую-то аллею, а там совсем как где-нибудь за городом, на даче буквально. И почти можно заблудиться в нем. Он так был решен на сочетании лугов, вот этих прудов, пейзажных деревьев, на сочетании открытых пространств и таких пейзажных приемов, что, как вспоминал какой-то польский гость, что никогда невозможно оценить размеры этого сада. То есть всегда он кажется бесконечным. Все детство провел в этом саду. Водили меня бабушка с дедушкой регулярно. Почему-то помню в основном зиму. Вот главная аллея при входе стояли пионеры, гипсовые. И так они мерзли завсегда. Вот дальше, дальше пруд. Пруд на пруду, буквально вот в этом месте. Была прорубь зимой, и в ней золотые рыбки непременно ходили кормить. А вот знаете, сколько рыб водилось? Рыбки, какие-то мелкие рыбки ребята вытаскивали на удочке. И говорят, серебрянка, серебрянка. Вот это такое называли рыбки-серебрянки. А надо сказать, что старорежимное название и дворца, и сада беспокоило власть. И в 1918 году Таврический дворец был переименован в честь председателя Петроградского ЧК Моисея Урицкого. А Таврический сад с 1932 года стал называться парком культуры и отдыха имени первой пятилетки. Не более, не менее. В 1956 году саду дали новое имя – городской детский парк. Однако ленинградцы во все времена именовали его по-прежнему – Таврический. И только в 1985 году саду официально возвратили его историческое название. Те, чье детство прошло в Таврическом саду, сохранили свои воспоминания и об обломках немецкого бомбардировщика, сбитого в годы войны над Таврическим садом, и о горке в виде ракеты, и о настоящем боевом самолете Ли-2, стоявшем в саду. В нем для детей был открыт кинотеатр. – Стоял здесь, в парке стоял. Я сейчас уже не помню, там где-то на площадке была. Вот сейчас выход, скажите, туда, к трамваю, да? Выход, да? Вот он здесь где-то стоял на площадке. – Ухода в сад зимой всегда были финские сани на прокат. Для ребенка каждый шел со своими саночками. Но финские сани – это было, конечно, мечтой любого пацаненка – прокатиться. Редко удавалось, конечно, наверное, было дорого, наверное, пятак. Но народ езживал. Закутанные детишки гуляли по горам, на санках катались, в прудске сжали. Однако замерзнув, завсегда Суворовский музей. Это для обогрева первое дело было. Вот, ну и самые чудесные воспоминания об этом музее с холода, в теплый, натопленный музей. Это солдаты в форме, там, с косицами, пушки, пистолеты. Полный восторг для мальчишки. В этом музее Владимир Набоков целовался со своей возлюбленной в юности. Им надо было куда-то скрыться, особенно зимой спрятаться от метелья, да и от прохожих. Забегали в музей и там целовались. Я думаю, на фоне солдат с ружьями, понимаете, и на фоне пуш. Суворовский музей рядом с Таврическим садом не случайен. Вся территория от Таврического сада и дальше, в сторону Московского вокзала, в 18 веке, это слобода лейб-гвардии Преображенского полка. За несколько лет до своей кончины Суворов за взятие Измаила стал почетным подполковником Преображенцев. Ну а для людей искусства Таврический сад неразрывно связан и вот с этим старинным домом на улице Таврической, 35. Вот здесь, на Таврической, знаменитая башня Вячеслава Иванова, к которому на поклон в гости через сад шли поэты. Блок читал стихи у него на крыше, и соловьи ему вторили из сада. Ахматовый, Гумилёв, Иннокентий Анинский, Михаил Кузьмин – все здесь проходили через этот сад. Я, кстати, поднималась в эту башню давно, это, наверное, лет 20 назад. Там в башню ведет очень удобная лестница с очень такими комфортными ступенями. То есть, поднимаясь по этим ступеням, прям так шелестишь, то есть никаких усилий не надо. И когда я представляю, вот кто только туда не приходил, что вот они двигались вот в этом ритме, и вот тогда, поднявшись в эту башню, я, может быть, повторила их движение, до сих пор об этом помню. В 1962 году в Таврическом саду был открыт первый в городе памятник погибшим в блокаду детям – юным героям обороны Ленинграда. В 90-е годы, уже в новые времена, в саду установили бюст Петра Ильича Чайковского и памятник Сергею Есенину. Что Чайковский поставлен, Петр Ильич, правильно, а вот что Есенин – нет. Он здесь, по-моему, и не был никогда. Ну, может быть, один раз, будучи в Петербурге, понимаете, он из Рязани, он москвич. А памятник, по-моему, не очень удачный, это какой-то безе, знаете, белый. Здесь надо было поставить памятник блоку, боже мой. Конечно, неплохо, что у нас стоит здесь памятник Чайковскому, но он как-то настолько как-то в отдалении придешь и удивишься, что это он делает на краю Таврического сада. После войны сад восстанавливали. Были построены катки, стадион, лодочная станция, новая эстрада и летний павильон. Позже появились и аттракционы. И, конечно, старожилы помнят знаменитый шахматный клуб в Таврическом. А 7 ноября 1958 года у Таврического сада был открыт первый в Ленинграде панорамный кинотеатр, который поначалу так и назывался «Ленинградская панорама», а впоследствии стал известен как кинотеатр «Ленинград». Так, кинотеатр «Ленинград» – это один из самых современных в те времена кинотеатров, который появился в Ленинграде. И туда, конечно, поначалу было просто паломничество, большие залы, все мрамори, замечательно было. Первый и главный экран города. И прийти сюда, купить билет, посмотреть фильм, а до фильма, либо после еще погулять с друзьями или с девушкой по Таврическому саду – ну, это святое было. И, конечно, обязательно зайти в оранжерею сада и увидеть своими глазами почти настоящие субтропики. Ну, конечно, ходили, смотрели, восхищались этим, воображались себе, как вот если бы поехали бы на юг и ходили бы там, ну, скажем, в Никитском ботаническом саду. А тут вот, понимаешь, не поехав в Крым, не уходя из Ленинграда, вот можно было себе это позволить. А также позволить и позагорать. Не мудрство и лукаво. Здесь как на лежбище котиков, это обнаженной человеческой натуры было бесконечно. Это отдушина. Они здесь могут и в волейбол поиграть, и под гитару попеть, и просто позагорать, и просто посидеть, посмотреть на эти заросшие ряской и листвой канавы. Очень романтическое ведь место, возле которого мы стоим. Еще интересно, что сад, он в какой-то степени проходной. Но это проходной не то, что вот прошел и все, насквозь, а просто мне кажется, что люди, торопясь от метро Чернышевской, куда-то по своим делам или на работу, они специально проходят по саду, потому что, ну, это такая возможность, ну, какое-то, знаете, дыхание особое, перевести дыхание. И у сада тоже особое дыхание, наполненное ароматом всех времен и воспоминаний, прошлых и будущих. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok